Привет, это Ночь с Мертвецами, и мы продолжаем наш курс молодого бойца по выживанию среди зомбарей, собственно. Вот, если ты не видел прошлое видео, то обязательно посмотри, там мы строили вот эту базу, которая у нас тут есть, тут даже есть кроватка, смотрите, покажу, если ты не видел. И не забудь также поставить лайк этому видео и подписаться, если ты еще не подписан. Итак, в прошлом видео мы остановились на том, что нам необходимо сделать маятник. Маятник это ловушка, которая выглядит вот таким вот образом, где она у нас, вот она, такая здоровая штука с маятником посередине. Маятник это булава, вот с такими колющими элементами. В простонародье или в средневековье назвали эту штуку Моргенштерн, да-да-да, Моргенштерн это не певец нынешнего поколения. И невыдуманное имя это название средневекового оружия. Значит, ловушечку мы поставим, наверное, вот здесь вот, углубим ее немножечко. Вот так вот, все, наш маятник готов, очень здорово. Интересно, как он будет работать, как он запустится. Наверное, он сработает только на зомбарей. Нам нужно парочку зомбарей сюда позвать. А, подожди, мне говорят, что нужно сделать еще компрессор. По всей видимости, компрессор будет толкать этот маятник. Где этот компрессор, 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 вот он этот компрессор. Стартовала волна. По всей видимости, ко мне сейчас прибегут зомбари. Вовремя я поставил маятник. Надеюсь, что маятник меня спасет. Значит, берем топор или берем ножик. Берем лучше ножик. Я готов. Где волна? Кто ко мне придет? Тот огребет. Залезем на тачку, на сайте, пожарный. Вон, 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 смотри, вон там он бежит, чувачок. Неужели он к нам в гости? Он прям так очень агрессивно настроен. Смотри-ка, действительно он бежит к нам. Ой-ой, ешеньки. Ну ладно, будем его встречать. Надеюсь, он на тачку не сможет забраться. Здорово, паренек, ты куда бежишь? Спринтуешь? Молодец, спорт это жизнь. Хотя тебе уже жизнь не важна, да? Так, он бежит куда-то прям целенаправленно. Слушай, он туда. К маятнику, что ли? Ты хочешь самоубийца? Маятник интересен сработать, нет? Нифига себе, как его мотать, ты видал? Крутая штука. Все, что от него осталось. Я могу перезарядить эту штуку. Сейчас я перезаряжу. Кажется, кто-то еще бежит. Здорово, здорово. Там их двое? Капец. И это только начало. Ну, забегайте сюда. Получил. Так, так, так. Надо их водить вокруг этой штуки. Кажется, тут еще один бежит. Штука, работай. Пожалуйста, пожалуйста. Ломаем бошки. Да что с такой это? Какой ты красный. Мне бы главное самому в эту штуку не залететь. Так, молодца, молодца. Наш маятник работает. Хорошо работает. Главное, чтобы мне черепуху не снесло. Давай на тачку попробуем залезть. Залезем на тачку. Ну, что, ребятки, сможете на тачку залезть? Оу. Спокойненько. Не психуй. Он пошел к маятнику один. А маятник-то не работает. Его, походу, перезарядить нужно. Что происходит? Они маятник ломают. Так, хорошо. Перезаряжаем маятник. Все, он снова заработал. Отлично. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Больно, больно, больно. Так, ладно. Хорош бегать вокруг да около. Пора. Тащить им своим крутым ножиком. Не подходите ко мне. У меня короткий ножик. Я очень опасный. Один готов. Все. Ушан тембл. Так, так, так. Еще кто-то бежит. О, косорылый пацан. Сейчас его снесет нафиг. Нет, не снесет. Иди сюда. Хорошо, что маятник на меня не срабатывает. А то был бы... О, круто. Так, значит, я могу, в принципе, посерединке бегать. А не вокруг. Хы, забавно. О, наконец-то. Что-то с зомбаря упал. Прикинь. Это здорово. Материал для исследования. Кусок железа и кусок ткани. Это хорошечно. Ай-яй-яй-яй-яй. Меня этим молотком своим же прибило. О, смотри, сколько зомбарей. Ёкарный. Молоток. Их все больше и больше. Жесть. Что творится? Что здесь происходит? Главное, чтобы сейчас не сломалось что-нибудь в этом маятнике. Ё-моё. Осталось четверо. Бежим, значит, сюда. Вот так вот. Маятник сдох. Надо перезарядить. Надо перезарядить маятник. Быстренько. Оп. Все. Успел. 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 Все покрасить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Капец. Я сдох от своего маятника. Это было некрасиво. Ну ладно, мне тут недалеко бежать. Потеря исследований. Материал для исследований потерян. Ну что, меня в принципе убили. Я надеюсь, что и зомбари прекратят бежать за мной. Значит, забираем наш сундучок. Точнее, чемоданчик. И что-то тут еще падало. Где-то мешок. Вот, смотри, мешок лежит. Тоже зомбарь притащил. Ну, перезаряжаем, значит, нашу ловушечку. Че, ну, слава богу. Волна закончилась. Короче, компрессор нам очень нужен. К следующей ночи. Я уверен, что сюда еще больше прибежит зомбарей. Поэтому нам нужно найти двигатель вот этот вот. Хотя называется это как автоматическая ловушка. Потом древесная доска сделаем. Материалы, гвозди и канат. Ну что ж. Нам придется пойти на большую вылазку, чтобы достать все эти материалы. Поскольку тут я все уже собрал. Давай-ка еще с Никерсом подкрепимся. Вот так. И можно, в принципе, в дальний путь. Погнали. За материалами. Конечно же, конечно, мы пойдем не с ножом и топором, и не киркой, а копьем. Я сделал копье вот такое вот. Я думаю, что оно нам поможет. Пойдем-ка через окно попробуем пробить. Пробить вот этого зомбаря. Ну ладно, пойдем зайдем. Хорошо. Дратуки. Дратуки. О. Получай. Вот так вот. И еще разок. Блин. Паша ты мне дал. Ай-яй-яй-яй-яй. Ты-то что ползаешь? Конечно, копье очень медленно. Ой. Ой-ой-ой. Кажется, я собрал. Короче, проще было с ножом. Нифига себе, она шустрая. Ты что такая быстрая? Так. Опа. Нифига себе, она на тачку залезла. Да ты крутая. Она какой-то Джеймс Бонд местный, что ли? Ничего себе, ты видел, как она прыгнула? Эй, стопэ. Куда ты побежала? Смотри, она развлекается с маятником. Вот ей по кайфу. Ну все. Кончились озвлекухи. Ладно. Копье это тупая идея. Буду лучше прокрадываться с ножом. Значит, ищем любые материалы, а именно ткань, металл, вот камазик. Он, по-моему, уже разобранный. Я его разберу. А, нет, не разобранный. Давай разберем. Готовчинка. Блин, пока тут разбирал все, ко мне зомбарь прибежал. И убежал. Странно, что он ко мне подбегал? Ну иди, иди сюда. Такой вальяжный. Все, был паренек и нет паренька. Продолжаем сбор материалов. Значит, тут есть картоночка. Это наша ткань будущая. Не спрашивай, почему картон это ткань. Так в игре задумано. Опа, тут табличка, смотри, написана. Будь аккуратен, медведи. Мы уже с одним столкнулись. Нам не страшно. Я, кстати, хотел еще вот этот камаз как-то разобрать. Но, к сожалению, его нельзя разобрать. Тут столько материалов было бы. Это капец. Опа, олень, смотри, олень. Какой он бесстрашный. Может, мочкануть его? А, ладно, я сегодня добрый. Мне зомбарей хватило. Ладно, пойдем сходим в эти развалины. Посмотрим, что там у нас. Сарай с кучей зомбарей. Нет, пожалуй, я туда не пойду. Не сегодня. Не сегодня. Когда у меня будет пулемет, тогда, пожалуй, схожу. А сейчас не пойду. Какие тут жирные вороны. Я таких воронов никогда не видел. Короче, тут ничего. Луна уже садится. Это значит, что скоро будет светать. Ну вот, мы, короче, зашли в какую-то глубь города. Или это пригород. Я пока еще не уважаю. Но материал здесь в достатке. Это хорошо. Главное не наткнуться на орды зомбарей. Опачки. Вон там вот подвох. Пойдем, короче, вот в этот дом зайдем. Надеюсь, там нет зомбарей. Что тут у нас? Камушек возьмем на всякий. И тачку разберем. Я уже слышу звуки зомбарей, как они там вот это вот все делают свое в этом доме. Негодяи. Проказники. Вон, смотри, в окошечке светится. Угу. Ну, он там вроде бы один. Пойдем, зайдем. Возьму на всякий пожарный копье. Может, меня это спасет. Open the door. Это FBI. Так, в трусах стоят. В холодильнике есть что? Ага. Я его не открою. Я его разберу. Нет, Батвик, посмотрите, нет там еды. Короче, с холодильника я получил арматуру и железный слиток. Ну, хорошо. Я смогу тут аккуратненько прокраситься? Это какая-то общага для зомбарей тут, слушай. Ой, не, я туда не пойду. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Сваливаем, сваливаем, двери закрываем. Вы же двери не откроете? Нет, они не умеют двери открывать. Это хорошо, это мне на руку. Фух. Бежим отсюда. Ёкарный наткнулся на эту боевую тетку. Не подходи ко мне. Она такая мощная. Сейчас еще своим криком призовет кого-нибудь, каких-нибудь демонов. Да что ж ты будешь делать? Так, возьму ножик, короче. Ножик. На тебе, с кулака! Без ножика. Я тебе почикую сейчас. Маникюрчик тебе сделать? Своими паклями достало меня уже пачкать. Что там у него в кармашке? Кусок ткани, кусок железа. И я слышу гусей. Где-то здесь гусь? Так, ладно, мы поищем гуся, но сперва нужно подкрепиться. Красный гриб минус 5 хп, это неинтересно. Большой кусок мяса можно приготовить, а в неприготовленном минус 10 хп. Ягодки какие-то. О, яйцо, птичье яйцо, минус 10 хп. Не круто, у меня даже подкрепиться нечем. А вот это что у нас? Голубика, ну отлично, плюс 5. Хоть что-то. Тут кто-то в этом домике тоже хрюкает. Пойдем подглядим в окошечко. Там какой-то монстрюга, смотри, без тела. Оп. Ой-ой-ой, волки, волки! Что ж за дела? Надо бежать отсюда, у меня хп мало. Бежим! Бежим, бежим, бежим. Вот это я не ожидал. Я думал, тут только медведи. Тут табличка про медведей только была. А про волков не была. Бежим, бежим, бежим. Скорей к моему маятнику. Чего, он вроде отстал. Да, фух, он отстал. Ты посмотри на мой хп. Короче, дело к ночи. Мне нужно срочно сделать какой-нибудь костер, пожарить мясо и подкрепиться. Иначе я тут сдохну. А сдыхать не хочется. Фух, до дома добежали. Так, значит, огонек. Огонек мы разведем вот тут. Я где-то видел, там костерок. Вот он, кулинарный стол. У меня вроде на него все есть. Отлично. Сейчас мы его тут и забабехаем. Строим. Отлично. Вот и костерок. Давай что-нибудь закрафтим. Значит, есть вареное яйцо. Давай сделаем. Есть большой кусок мяса. Тоже сделаем. Маленький кусок жареного мяса. Отлично. Мы все пожарили. Теперь можно это все сожрать. О, да. Отлично. Мы восстановились. Это шикарно. Нужно пойти на охоту, добыть еще мясо. Но для охоты мне нужны стрелы. Как их сделать, я даже... Ну, не знаю. Короче, в прошлый раз мы ходили туда. В этот раз я предлагаю... Кто это был? Скорее всего, олень. У меня же там ловушка в лесу стоит. Ладно, надо будет не забыть ее проверить. Короче, в этот раз. Сейчас мы идем в эту сторону. Вглушь. Вглушь, вглушь, вглушь. Оп, 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 оп. Здоровенько. Черт, на тачку не могу залезть. Ладно, достаем ножик. Будем ковырять так. Стой, яма, куда побежал. Я тебя не отпускал еще никуда. Есть что у тебя? Эх, пустенький. Ладно, пойдем. Продолжаем нашу экспедицию. Смотри, 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 гусь. Гусь, 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 гусь. Стой, стой, стой. Короче, эта дорога ведет куда-то в глушь. В глушь леса. Я надеюсь, что карта у нас раскрывается. Да, точно, карта раскрывается. Это хорошо. Ты посмотри на это, ты видишь? Уже рассвет. Шикарно. Скоро мы прекратим шлындать, тут потемну. Твою ж налево, на волка нарвался. Не-не-не-не-не. Волчок. Черт, черт, бежим отсюда. Волчок, не кусай меня за бачок. Кролик, беги быстрее, беги. За нами волк. Во-во-во-во-во-во. Капец, прибежал домой, а тут снова волк. Ёкарный. Так, хорошо. Просто сейчас его затолкаем вот сюда. В нашу ловушечку. А на него ловушка не действует. Круто. Просто шикарно. Там, кажется, еще кто-то... Еще один волк прибежал. Ну, брысь отсюда, псыны. Так, слава богу, волки не умеют прыгать. Я забрался на машину. Сейчас попробую пика их. Проткнуть. Вот так вот вам. О, сейчас и мясцо будет. Отлично. Надо было раньше додуматься залезть на машину. Готово. Вот и мясо на обед. Сейчас снимем шкуру. Соберем мясо. Я не знаю, волчье мясо можно есть или нет тут. Мясо есть, кишки есть, волчьи кости и волчья шкура. Отлично. Пригодится, чтобы сделать одежду на зиму, наверное. Фух. Разобрались. Я уж думал, они меня сейчас загрызут прямо дома. Нам нужно сделать, значит, еще одну ловушку. Компрессор. У нас для нее практически все есть. За исключением вот этого двигателя. Короче, тут написано, что эту штуку можно сделать на ремесленном столе. Что ж, вот я в ремесленном столе. А, вот она, автоматическая ловушка. Но я не могу ее сделать, пока не изучу инженерию. Давай-ка залезем в стол исследований. Инженер... Вот она. Короче, в начале нужно вот это исследовать. Теперь нужно вот это исследовать. И все! Теперь я могу это сделать. Значит, давай инженерить. Мне нужна для вот этой вот автоматической ловушки резинка. Потом пластик и шестерня. Пластик у меня есть. Шестерня теперь есть. Резинка есть. И я могу сделать автоматическую ловушку. и еще и топливо. А зачем нам топливо? Ладно, пока не важно. Делаем ловушечку и крафтим пресс. Пресс-прессочек мой хороший. Значит, как нам его поставить бы грамотно? Наверное, я поставлю его вот здесь. Во. И получится, что я буду стоять вот здесь вот с копьем. Не пускать их, а их будет компрессор прессовать. И будет норм. Компрессор, конечно, мощный. Мощный. Ничего не скажешь. Так, я думаю, что фонарик можно уже отключить. Потому что уже день настал. Ну, не день. Утро точно. Теперь нам нужно сделать резак. Это тоже еще одна ловушка. Выглядит она вот таким вот образом. Материал на нее, в принципе, тоже уже есть. Все, я на своем инженерном столе все собрал. Сейчас поставим эту ловушечку куда-нибудь. Капец. Это очень стремно. Можно сюда куда-нибудь внутрь воткнуть? Нет. Это было бы слишком эпично. Поэтому мы поставим, наверное, это все вот здесь. Отлично. Пойдем, короче, залезем в исследовательский стол и попробуем изучить что-нибудь новенькое. Например, огнемет. Динамит. Офигеть, сколько тут всего крутого. А можно где-нибудь стрелы-то сделать? Мне бы научиться стрелы мутить. Ладно, давай, короче, изучим сюрюкень, трубу и двуручный меч. Мне это сейчас нужно. Хоть какое-то нормальное оружие. Попробуем сейчас это все собрать. Труба, двуручный меч. Труба у нас плюс 10 к урону, а двуручный меч плюс 22. Знаешь что? Походу, у меня нет того стола, который помог бы мне сделать слиток. Ааа, я нашел. Вот он, короче, железный слиток. Но для того, чтобы можно было его сделать, нужно апгрейдить наш столик. Фуффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффф Пойдем добывать валуны. Берем кирочку. И сейчас будем колбасить камни. О, какой здоровенный камнюга. Может быть это уголь? Ладно, сейчас разберемся. Так, сломали, получили кусок железа. Железная руда, медная руда. Ну точно, это был камень из минералов. Вот, обычный камень. Здесь точно должны быть валуны. Медведь. Это капец. Надо же еще пойти ловушечку проверить. Я надеюсь, что медведь нас не услышит. Хотя, учитывая, как я работаю киркой. Спокойно, Миша, спокойно. Нет, Миша, нет. Это плохая идея. Ай-яй-яй, у меня есть коктейль молотого. Миша это еще страшнее, чем волки. Так, нужно залезть на тачку. И проделать то же самое, что с волками. Че там не очково. Ёкарный. Как близко. Залазим на тачку. Вау. Все, ты сюда не должен залезть. Не должен. Получай. Хорошо, что я сделал копье. Миша, отстань от меня. Не лезь ко мне. Вот если бы мы могли с тобой задружиться, я бы тебя кормил каждый день. Хотя я себя прокормить-то не могу. У меня есть, короче, коктейль молотого. Мне дали это как в награду. Сейчас попробую в него кинуть. Получай. Ой, тоже загорелся. Миша тоже горит. Я тоже горю. Миша обгорел. Но остался жив. Есть! Мы завалили медведя. Наконец-то. На моей территории больше не будет мишек. Если, конечно, он не зараспавнится. Забираем все, что у него было. Хорошее мясо. Большой кусок мяса. Животный жир. Кишки. Медвежья шкура. Медвежьи кости. Все волны добыты. Это очень здорово. Пойдем теперь проверим ловушечку. Она где-то здесь у меня должна быть. Набыла быть. Что ж такое-то? Ловушка где-то. А, вот она ловушка. Сейчас, сейчас, сейчас. Спокойненько. Спокойненько, волчонок. Я заберу свою добычу и... И свалю. Сколько зверек тут наразводилось-то? Капец. Ну, все. Камни я добыл. Апгрейд нам доступим. Делаем апгрейдик. О, как. Круто. Что я теперь могу делать? Для кирки что-то могу. Цемент. Кирпич. Ух ты. Обтесанный камень. Но этого недостаточно. Нужно еще апгрейд сделать один. Чтобы я мог делать слитки. Для этого мне нужен... Ага. Деревянная доска, кирпич и обтесанный камень. И все это можно сделать вот на этом станке. Значит, древесину. Теперь нужен... Обтесанный камень. И теперь можно сделать апгрейд. Ништяк. Вот плавильня. Теперь мы можем переплавлять слитки. Тик-тик-тик-тик. Теперь мы можем спокойненько сделать себе двуручный меч. Шикардос. Где он у нас тут? Вот он. Ну-ка берем. И мы теперь как настоящий викинг. С двуручным мечом. Правда, очень долго им махаем. Потому что он тяжелый. Но, тем не менее, это самое эффективное оружие, которое у меня есть. Ну что, я думаю, что на сегодня стоит закончить. Потому что мы дофига всего тут сделали. А в следующей серии мы посмотрим, как наши ловушечки будут работать, кромсать и давить зомбари. Ну а из тебя лайк под этим видео. Подписка, если ты еще не подписан. И пока. Увидимся в следующем видео. Продолжение следует.